Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о числах, которые больше бесконечности. А что, есть числа, которые больше бесконечности? Да, такие числа есть, их даже много, их даже бесконечно много. Их даже не то чтобы бесконечно много, потому что если у нас есть что-то больше бесконечности, то у нас может быть более чем бесконечно много. Но ладно, давайте по порядку. Давайте сначала расскажу немного о задачах, которые помогут нам в рассмотрении всех этих бесконечностей. В 1900 году на Международном конгрессе математиков Давид Гильберт представил 23 задачи, которые, как он считал, являются важнейшими нерешенными загадками математики. Большая часть этих задач действительно были очень важные и оказали большое влияние на математику 20 века и стали известны как 23 проблемы Гильберта. А самой первой из них была задача о мощности континуума, или как ее сейчас называют, континуум-гипотеза. Интересно, что, как и многие очень сложные математические задачи, записывается континуум-гипотеза очень просто. Непонятным здесь может быть разве что вот этот символ. Но еще интереснее оказалась даже не сама гипотеза, а то, как ее удалось решить. Точнее, не удалось. Потому что оказалось, что континуум-гипотеза недоказуема в принципе. Может показаться, что недоказуемость означает, что нет решений. Но это не так. На самом деле, недоказуемость означает, что даже если решения есть, их невозможно найти. А если их нет, то невозможно доказать, что их нет. То есть такую гипотезу невозможно ни доказать, ни опровергнуть. До 20 века большинство математиков считали, что любую гипотезу можно либо доказать, либо опровергнуть. Но оказалось, что это не так. Есть недоказуемые гипотезы. А еще оказалось, что есть нерешаемые задачи. Но, наверное, таких вот недоказуемых гипотез и нерешаемых задач не так много. Трудно даже бывает привести пример. Ну, как пример, недоказуемая гипотеза – это вот та самая континуум гипотеза. А нерешаемая задача это, например, задача остановки Но на самом деле таких вот нерешаемых задач оказывается много, очень много Их 100% от количества всех задач Но как их может быть 100% если есть и решаемые задачи Значит не может быть нерешаемых 100% Получается парадокс А все дело в том, как странно работают бесконечности Задач, которые можно решить, бесконечность А задач, которые нельзя решить, тоже бесконечность, но побольше В результате у нас получается, что решаемых задач в бесконечное количество раз меньше, чем нерешаемых Получается, что бесконечности могут быть разных размеров Но как нам дойти до этих более больших бесконечностей? Если мы сделаем бесконечность плюс 1, то это останется просто бесконечность Она и так бесконечно большая, если мы к ней что-то прибавим Бесконечность так и останется бесконечностью Если даже мы сделаем бесконечность умноженная на бесконечность То это все равно будет просто бесконечность А если мы сделаем бесконечность в степени бесконечность, ну, тут уже будет все не так просто, поэтому давайте начнем с самого начала. Почему мы вообще можем складывать и умножать бесконечности? Ведь складываем и умножаем мы числа, а разве бесконечность это число? Еще в школе нам говорили, что бесконечность это не число, а некоторая концепция того, что больше любого числа. Но чтобы производить какие-то операции с бесконечностями, нам, наверное, надо их сделать числами. И на самом деле они являются числами. Когда-то они принимали ноль, отрицательные числа, но сейчас мы их используем, например, потому что это удобно. Также было и с мнимыми числами, которые являются корнями из отрицательных чисел. Также было и с трансфинитными числами, то есть теми, которые больше бесконечности. Оказывается, трансфинитные числа нужны для доказательства многих теорем, а утверждение о существовании таких чисел встроено в самые основы современной математики. Но чтобы досчитать до таких бесконечно больших чисел, нужно начать с самых обычных. И с того, что вообще такое число. Обычно, когда мы используем какое-то число, например, 5, мы подразумеваем одну из двух концепций. Либо 5 это количество, в таком случае у нас будет, например, 5 объектов. И число 5 будет количественным. Или, как его называют, кардинальным числом. Или просто кардиналом. Или же мы говорим, что объект является пятым по порядку. В таком случае 5 будет порядковым числом или ординалом. То есть числа у нас делятся на кардиналы и ординалы, количественные и порядковые. Но в большинстве случаев в математике не приходится уточнять, является ли число количественным или порядковым, кардинальным или ординальным. Потому что они обладают одинаковыми свойствами. Если у нас есть один, то это может быть как количество, один объект, так и порядок. Первый объект по порядку. Но единица от этого не поменяется. Это будет все та же самая единица. И сложение, умножение для нее будут работать так же. То же самое можно сказать про двойку, тройку, четверку и так далее. До бесконечности. Буквально до бесконечности. Потому что на бесконечности все меняется. Бесконечное количество и номер объекта, который идет после бесконечности по порядку, обладают разными свойствами. То есть количественная бесконечность и порядковая бесконечность уже разные. Получается, что бесконечность делится на два разных числа. Алиф ноль и омега. Алиф ноль является количеством элементов в бесконечном множестве. А омега это номер элемента, который идет по порядку после всей этой бесконечности. Алиф ноль плюс один это все тот же алиф ноль. Если мы прибавим что-то к бесконечному количеству, то оно так и останется бесконечным количеством. А вот для каждого порядкового числа всегда есть следующее порядковое число, и мы можем получить его, прибавив единицу. А значит, мы можем получить следующее число после омега, омега плюс 1, то есть число, которое идет после числа, которое идет после бесконечности. И мы можем получить еще раз следующее число, то есть омега плюс 2. Таким образом, мы можем построить ряд омега, омега плюс 1, омега плюс 2, омега плюс 3 и так до бесконечности. То есть до омега плюс омега. Если омега идёт после бесконечности, то омега плюс омега, или же омега умножить на 2, идут после двух бесконечностей. Мы можем добавить ещё и третью бесконечность, и четвёртую, получается новая последовательность. Омега, омега умножить на 2, омега умножить на 3, на 4, на 5, и так до бесконечности. То есть омега умножить на омега, бесконечность бесконечностей. Но мы сделали один такой ряд из бесконечностей, а мы можем сделать бесконечность рядов из бесконечностей. Получается, что у нас была омега умножить на омега или омега в квадрате, а теперь будет бесконечность бесконечности бесконечностей или омега в кубе. И у нас получается очередная последовательность омега, омега в квадрате, омега в кубе. И мы можем продолжить так дальше, сделать омега в четвертой степени, пятой и так далее до бесконечности, когда у нас получится омега в степени омега. Может показаться, что мы можем бесконечно также достраивать эти бесконечности, но это не совсем так, потому что если мы возьмем новую последовательность, вот у нас есть омега, потом омега в степени омега, потом можно сделать омега в степени омега в степени омега, и теперь мы будем достраивать башню из степеней. И когда мы сделаем финальную башню из степеней, с ней уже будет сложно что-то сделать, потому что смотрите, в этой башне из степеней бесконечное количество элементов. Если мы добавим еще один, то ничего не применяется, это ведь бесконечное количество. Такие моменты в математике называют неподвижными точками, то есть когда мы применяем ту же самую операцию, ничего не меняется. Поэтому мы можем добавлять еще сколько угодно омег в эту башню, ничего не поменяется. Чтобы каждый раз не писать эту бесконечную башню, ее обозначают как ε0. Кстати, помните, в начале видео я упомянул 23 проблемы Гильберта? Первой была континуум гипотеза, а второй является задача о доказательстве непротиворечивости арифметики. И вот чтобы доказать, что арифметика не содержит в себе противоречий, потребовался ε0. А еще, так как ε0 является вот этой самой бесконечной башней степеней, если мы сделаем омега в степени ε0, то получится просто ε0, потому что это то же самое, что если мы подставим еще одну степень в эту бесконечную башню, ничего не поменяется. И такие вот трансфинитные ординалы, то есть числа, которые больше бесконечности, которые еще и обладают разными интересными свойствами, они носят имена в честь математиков. Например, ε0 называют малым ординалом Кантера. Но не будем же мы останавливаться на каком-то там малом ординале Кантера, надо идти дальше. И чтобы выйти из этой ловушки неподвижной точки, когда мы применяем всю ту же самую операцию, но ничего не меняется, нам нужно воспользоваться одним старым проверенным приемом, который я еще использовал в видео про самые большие числа. Может быть вы его даже смотрели. Нам нужно прибавить единицу, то есть получить следующее число по порядку. Если мы к ε0 прибавим единицу, то мы по определению получим число, которого у нас еще не было до этого, то есть мы получим число, которое больше, чем все, что было до этого. А если мы ω возведем в степени ε0 плюс 1, то мы получим еще большее число, то есть возведением в степень такого большого числа мы сразу уходим на бесконечность, бесконечность и бесконечность и вперед. И таким образом мы можем продолжить эту последовательность. То есть делать все то же самое, что мы делали, когда мы возродили в степень омега, получали бесконечную башню степеней, только теперь на самом верху этой башни мы ставим ипсилон 0 плюс 1. И у нас получается новое супергигантское число. И вся эта бесконечная башня с ипсилон 0 плюс 1 вверху будет называться ипсилон 1. Дальше мы можем использовать ипсилон 1 вместо ипсилон 0, сконструировать такую же башню, получить ипсилон 2. То есть мы научились получать следующие ипсилоны. Можно заметить, что ипсилон 0, 1, 2, 3, это все порядковые номера ипсилонов, нулевой, первый, второй, третий. А сколько порядковых чисел мы уже знаем. Уже больше бесконечности. То есть мы можем сделать ипсилон нулевой, первый, второй, третий, потом дойти до омега и сделать ипсилон омежный, потом ипсилон ипсилонный, ипсилон, 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 и мы уходим в новую бесконечность. Теперь мы дошли до бесконечной лестницы из-за псилонов. И если мы будем добавлять в нее новые епсилоны, ничего не поменяется. Мы дошли до новой неподвижной точки. Эту бесконечную лестницу из епсилонов называют зетта 0. Помните, епсилон 0 или малый ординал Кантера обладал таким свойством, что омега в степени епсилон 0 это епсилон 0. Так вот, зетта 0 или уже просто ординал Кантера обладает таким же свойством. Омега в степени зетта 0 это зетта 0, но при этом еще и епсилон зетта 0 это тоже зетта 0. То есть все предыдущие операции, которые мы делали, они оставляют нас в этой самой неподвижной точке. И чтобы ее преодолеть, нужно опять прибавить единицу. Если мы сделаем зетта 0 плюс 1 и можем взять епсилон зетта 0 плюс 1, именно епсилон с таким индексом, потому что мы уже умеем получать следующий епсилон, но мы еще не умеем получать следующую зетту. Поэтому мы делаем такую бесконечную новую лестницу из епсилонов, в самом низу которой будет зетта 0 плюс 1, и мы получим в результате зетта 1. Вот теперь мы научились получать следующие зетты. Можно заметить, что когда мы наращивали омеги, епсилоны, зетты, то использовали каждый раз немножко разные способы. Каждый раз нужно было немножко менять этот способ, изобретать что-то новое, чтобы дойти до следующей бесконечности. Но теперь все остается так же. Зетта и следующая буква после нее будет это, и следующие буквы обладают уже такими же свойствами, то есть тут не появляется ничего нового. Поэтому, чтобы у нас не закончились буквы греческого алфавита, и чтобы еще быстрее наращивать эти бесконечности, используется функция Веблина. Функция Веблина от единицы и нуля это омега в нулевой степени, так как любое число в нулевой степени это единица, то это будет просто единица. Функция Веблина от двойки и нуля, то это и псилон нулевой. От тройки и нуля это будет зетта 0. Второй вот этот 0 это вот это самое нулевое, то есть индекс числа. А первый аргумент связан с количеством неподвижных точек, которые мы прошли. Таким образом мы можем сразу перепрыгнуть к очень большим числам. Мы можем взять функцию Веблина от единицы, двойки, тройки, четверки и так далее, потом функцию Веблина от омега, от эпсилон 0, от зетта 0, или даже функцию Веблина от функции Веблина от функции, от функции, от функции, от функции и так до бесконечности. То есть мы превращаем первый аргумент в бесконечное количество функций от функции. И мы уходим в очередную бесконечность. И число, которое у нас получается в результате, называют гамма 0. Буква гамма тут уже большая, чтобы показать, что это большое число. Это еще называют ординал Фефермана. Или просто функция Веблина от трех аргументов. Теперь у нас остались предыдущие аргументы и добавился еще один новый, который будет итерировать вот эти самые гаммы. То есть мы можем теперь наращивать этот новый аргумент, получать еще больше числа и еще больше. И когда мы дойдем до очередной бесконечности в этих аргументах, то мы получим эту функцию только уже от четырех аргументов, или ординал Акермана. Но мы можем продолжать дальше и сделать уже пять аргументов, шесть аргументов и так далее, пока мы не дойдем до бесконечного количества аргументов в этой функции. И это будет малый ординал Веблина. Мало и потому, что бесконечное количество аргументов это не самое большое, что мы можем сделать. Мы можем сделать это бесконечное количество аргументов и в качестве каждого аргумента поставить эту функцию от бесконечного количества аргументов, в каждом аргументе которой будет функция от бесконечного количества аргументов, получается такая вот фрактальная функция, у которой каждый аргумент это эта же функция с бесконечными функциями. И это уже большой орденал Веблина. И на этом заканчиваются вот эти все функции. Потому что дальше мы таким образом просто не можем двигаться. Все это самая большая бесконечность, которую мы можем достичь вот таким образом. Конечно, мы можем попробовать там прибавлять единицы и все такое, но эта функция, она уже включает в себя все эти прибавления единиц в бесконечном количестве, каком только можно. И мы фундаментально нового уже не получим с помощью этой функции. Но мы можем использовать другие. Например, если мы немного пересмотрим эту функцию и будем использовать другую, которая называется бесконечно коллапсирующая функция, с помощью нее мы можем получить еще большие ординалы. Но давайте сейчас это пропустим и сразу перепрыгнем к еще большему ординалу. Ординал Чорча Клини, или первый счетный недостижимый ординал. Это такое число, до которого мы никаким образом не сможем досчитать снизу. Примерно так же, как до омега мы не могли досчитать, используя числа такие как 0, 1, 2, 3. Никакими функциями мы не сможем получить такое число, но можно довольно легко задать его математически. Как раз как число, которое не может быть получено в результате никаких вычислимых функций. Может показаться, что мы ушли уже куда-то совсем далеко, и чтобы получить еще большую бесконечность, придется придумывать какую-то новую математику. Но на самом деле нет. Чтобы получить еще большую бесконечность, не просто большую, а совершить кардинальный прыжок от вот этих маленьких бесконечностей к большим бесконечностям, нам нужно вернуться к обычным числам, к нулю и единице. Возьмем отрезок между нулем и единицей. Сколько в нем чисел? Наверное, бесконечно много, но насколько бесконечно? Смотрите, если мы возьмем, например, 0, 1 и 0, 2, между ними будет 0, 15. Если мы возьмем 0, 1 и 0, 15, между ними будет 0, 125. Мы всегда можем взять число, которое будет посередине, между двумя разными числами на этом отрезке. Но то же самое нельзя сказать про те трансфинитные ординалы, о которых я говорил ранее. Если мы возьмем любой такой произвольный трансфинитный ординал, например, z0 плюс y10 плюс омега в степени омега, мы можем взять то же самое плюс 1. И вот это вот плюс 1, это ровно следующее число. А значит, между изначальным числом и этим числом плюс 1 не будет ничего посередине. Но если мы возьмем любые два разных числа на отрезке между нулем и единицей, мы всегда сможем найти число между ними. Получается, что между нулем и единицей больше чисел, чем между нулем и омега, или между нулем и епсилон 0, или зета 0. Но для числа, например, 0, 5, что будет следующим? 0, 5 и 0, 1, или 0, 0, 0, 1, или бесконечность нулей, 1. Что именно будет следующим числом после 0, 5? Проблема в том, что мы не можем точно посчитать, что будет ровно следующим числом. Поэтому такую бесконечность называют несчетной. А бесконечность, о которой я говорил ранее, называют счетной бесконечностью. Потому что мы можем посчитать все элементы по порядку. И вот то самое бесконечное количество, алиф 0, это счетная бесконечность. А несчетная бесконечность, это алиф 1. Получается, на отрезке между нулем и единицей, больше чисел, чем от нуля до, например, гамма нулевого. Может показаться, что то же самое можно сказать и про дроби. Что между двумя любыми дробями можно вставить еще одну. И тогда дробей будет тоже несчетное количество. Но на самом деле это не так. Если мы запишем все дроби в виде таблички, по одной оси будем отсчитывать знаменатели, а по другой числители. И теперь вот такими вот уголками проведем линию через всю таблицу. Теперь выпрямляем эту линию, и все дроби выстраиваются в ряд. Теперь эти дроби можно пронумеровать. У нас есть первая дробь, вторая, третья, четвертая. Некоторые повторяются, но это не важно. В любом случае мы можем сопоставить дроби с натуральными числами. А значит дробей столько же, сколько и натуральных чисел. И в отличие от действительных чисел, дроби можно посчитать. А нет ли чего-то подобного для всех действительных чисел, чтобы их тоже можно было пронумеровать? На самом деле нет. Это демонстрируется с помощью так называемого диагонального аргумента. Вообще, это все следует из теории множеств. И пару дней назад Макар Светлый сделал видео о теории множеств. И тут я в этом видео тоже рассказываю о теории множеств. Только в таком неявном виде. Мы даже никак не договаривались об этой теме, так случайно совпало. Так что я теперь могу сослаться на его видео, потому что там разобраны многие основные понятия, которые я тут пропустил. Например, тот же самый диагональный аргумент. А раз уж мы говорим о теории множеств, то стоит упомянуть, что каждое число внутри тоже является множеством. А само множество это просто набор разных элементов. А еще для любого множества мы можем взять множество всех подмножеств. Например, если у нас множество всего лишь из одного элемента, то множество всех его подмножеств это будет либо пустота, либо этот один элемент. То есть пустое множество и единица. Если мы возьмем множество из двух элементов, то множеством всех его подмножеств будет пустое множество, только первый элемент, только второй и оба. То есть четыре разных варианта. В первом случае из одного элемента у нас получалось два разных подмножества, А в случае двух элементов у нас получается четыре разных подмножества. А если в множестве у нас три элемента, то получится восемь разных подмножеств. Для четырех будет шестнадцать. То есть можно заметить, что количество подмножеств растет как два в степени n. И вот эта вот операция взятия множества всех подмножеств, или как ее еще называют булеан, всегда образует большее множество в сумме из всех этих подмножеств. Если мы возьмем алиф ноль и возьмем из него вот это вот множество всех подмножеств, то у нас получится большая бесконечность. Можно предположить, что булеан от алиф 0 равен алиф 1, и об этом говорит как раз континуум гипотеза. Если континуум гипотеза не верна, то у нас получается еще как минимум две разных группы бесконечностей. Первая получается в результате взятия вот этого самого булеана, то есть множества всех подмножеств, и получения новой, более большой бесконечности. А вторые бесконечности получаются в результате счета количества элементов в разных множествах, например, натуральных чисел, действительных чисел, или счета всех функций над действительными числами и так далее. То есть у нас получается две разных последовательности из бесконечностей. А если континуум гипотеза верна, то обе эти последовательности равны друг другу, и на самом деле это одна последовательность. А как мы узнали ранее, континуум гипотеза не имеет решения. И даже больше, математика никак не зависит от решения этой континуум гипотезы. А это значит, что мы можем выбрать любое решение континуум-гипотезы, какое нам понравится, и от этого ничего не поменяется. Например, мне нравится, если континуум-гипотеза будет верная. В таком случае не придется смотреть на еще одну дополнительную последовательность бесконечности, которая идет параллельно с другими бесконечностями. И у нас получится только одна последовательность бесконечностей. И эти бесконечности состоят из таких элементов, как алиф 0, то есть бесконечное количество, где мы можем посчитать каждый элемент по порядку и знаем следующий. Потом есть алиф 1, или несчетная бесконечность, то есть количество действительных чисел. Потом идет алиф 2, это потенциальное количество всех функций над действительными числами. Потом идет алиф 3, не знаю уже, что это такое, но в общем получаются все более и более большие бесконечности. И мы можем делать их путем взятия множества всех подмножеств предыдущей бесконечности. Теперь мы переместились уже к ординальным числам от ординальных. Если вспомнить про ординальные числа, то смотрите, когда мы перешли от алиф 0 к алиф 1, то мы также переходим от омега к омега 1, то есть это число, которое идет по порядку после несчетной бесконечности. Но теперь мы уже не можем сделать омега 1 плюс 1, но это не будет иметь смысла, потому что у нее нет четкого следующего элемента. Но зато мы теперь можем взять омега, омега 1, омега 2, омега 3 и так далее. Точно так же, как мы можем взять алиф 0, алиф 1, алиф 2, алиф 3 и так далее. И мы можем уходить в новые бесконечности бесконечностей из этих бесконечностей. Субтитры создавал DimaTorzok